Проверка начинается от Краеведческого музея. И тут же первое замечание. Вблизи нет ни одного пешеходного перехода. Вернее, он был, но совсем недавно здесь поставили забор и проход закрыли. Здесь всё готово. Зачем? Нарисуйте, поставьте знаки, пешеходный переход готов. Чиновники считают, по-другому. Значит, поставить надо на место. Всё готово. Вся эта конструктура здесь у нас. Через 700 метров всё же появляется пешеходный переход. На спуске к воде опять сложности. Лестница слишком крутая. Ни инвалидам, ни мамам с колясками по ней точно не взобраться. Депутаты, недолго думая на руках, поднимают детей. Дальше делегация отправляется с проверкой в летние кафе на набережной. Ну вообще, кстати, санитарные нормы можете полюбоваться. Там, где лучше смотреть. Дорогие красноярцы, я бы не рекомендовал здесь кушать. В летние кафе. Потому что я сам несколько лет подряд пытался обратить внимание на эти проблемы. Ну вот лично я, да, соблюдаю, как могу. Я дезинфицирую ножи, разделочные доски, всё остальное, моющими средствами. Их унесли сейчас. Санитарные книжки у ребят у всех есть. Сейчас при себе нету. Но они могут их предоставить. Потому что они работают на других работах. Некоторые у нас ребята учатся. Никаких документов у администрации кафе не оказалось. Не смогли сотрудники объяснить ей появление трубы, по которой сбрасывают нечистоты в Енисей. Позже полицейские составили протокол об административном нарушении. Депутаты совместно с общественниками намерены написать заявление в прокуратуру. Если бывают хоть какие-то видимости законов, то здесь вообще ничего нет. Ни санитарных норм, ни трудовых норм здесь нет. Вообще-то здесь нет заботы клиента. То есть у нас красноярцы, мы их понимаем, когда они просят хорошее уютное кафе. Но то, что мы увидели, простите, это хлев, это сарай, это неизвестно на что. То есть неважение к нашим жителям. То есть пускай люди посмотрят и задумаются, а нужно вообще это здесь нам, да? На каком основании здесь размещаются? Потому что мы вот не смогли договор спросить, потому что все убежали. В инспекции принимали участие и чиновники. Вот только сказать им оказалось нечего. К слову, проверку организовали после разгромной статьи столичного блогера Ильи Варламова, который назвал набережную Несея позором Красноярска. Когда это место снова станет достопримечательностью города, ревизоры так ответить и не смогли. Юлия Камлякова, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости.